Так, вот, у меня звук даже нормально работает. Народ, всем привет! Рад здесь вас видеть. У нас уже такой состав поменьше, но самые, что называется, стойкие, я смотрю, здесь остались. По-разному, что мы пропустили занятия в прошлый раз, к сожалению, совершенно никак было. Загрузка была абсолютно дикая в связи со всякими предстоящими конференциями. Но, тем не менее, я, так сказать, выбрал время и подготовил некоторую такую более практическую даже, можно сказать, лекцию на сегодня, чтобы мы немножко так вот плотно позанимались. Ну, на прошлой, напомню, лекции две недели назад мы немножко еще пообщались про VSCOIL. Я, помню, рассказывал про какие-то нормальные формы, потом мы немножко обсуждали всякие типичные ошибки, которые не стоит допускать. И потом пообщались на тему разработки, там, что такое вообще каркасовое приложение, так сказать, фреймворк, как вообще разрабатывают. Она была такая, непримительная к практике болтология преимущественно. На сегодня мы немножко чуть более подробно об этом поговорим. Ну, в качестве такого предварительного, в качестве предварительной токировки, что ли, я предложил вам сделать такое задание. К сожалению, никто так со мной ничем и не поделился. Либо, видимо, было слишком сложно, либо слишком скучно. Потому что я не знаю, фидбак и не поступило. Может, кто-то хочет высказаться на тему домашнего задания, так сказать. Вспомнить страшный город, годы учебы в универе и сказать, почему вы его не сделали. Существующие мини-фреймворки даже, они какие-то там супер-пупринавороченные, там, силикс или всякие косморетные структуры, как-то стало страшно. Непонятно, ну, сильно ли надо упрощать, или все-таки надо стремиться в такой огромный там... В общем, я предлагал вам написать его в простой и банальный из нуля, а кто-то еще вот хотел высказаться в зале. У меня была подобная разработка на MySQL, я ее, вроде, как переделал почти уже полностью. А, ну да, ты же вроде мне и присылал, ты, он был единственный, кто отличился. Ну, в общем, видимо, сегодня-завтра я ее запушу в GitHub и... Да, договорились. Соответственно, ну вот, мы сегодня будем продолжать в эту сторону развиваться. И я вам, скажем так, к слову, вот коллега очень верно подметил на тему того, что это все сложно и безумно. Я вам сейчас покажу чуть-чуть попозже некоторую такую достаточно наколенную наработку, которая, тем не менее, по факту обслуживала одно время проекты. И там, может быть, местами еще где-то обслуживать, но я об этом не знаю. То есть такой совершенно упрощенный вариант фреймворка, на который я вам хочу просто подемонстрировать те самые принципы, о которых я сейчас немножко буду нудить в теоретическом формате. Вот. Ну, а потом после перерыва, я думаю, мы, может, еще немножко позанимаемся таким проектированием, если у вас будет на это время желание и энтузиазм. И я не знаю, какие-нибудь анекдоты еще будут рассказывать по ходу дела. Вот. Ну, собственно говоря, сегодня я хотел немножко чуть более подробно рассказать именно фрейворк с точки зрения, что они делают и как они их обычно строят, поскольку вот если вы немножко уже, ну, не знаю, погублили, познакомились с рынком, то увидели, что, в принципе, этих самых фрейворков, каркасов, и совершенно полным-полно пишут их на всем, чем только можно придумать, на чем можно написать, и совершенно непонятно, как это делать, и что выбрать, и так далее. Поэтому сегодня я хотел немножко вам рассказать, как они все более-менее, ну, наверное, абсолютно процентов 95 устроены, по сути, внутри. То есть какие-то мелочи, конечно, и подходы отличаются, но концепция у них, она одна, в общем-то, общая остается, и она нисколько не меняется ни разу. Ну, вот такая вот штука была придумана, я честно не скажу, кто ее и когда придумал, может быть, кто-нибудь из этих отважных деятелей от мира всякого объектно-ориентированного проектирования и прочих паттернов и шаблонов, которые занимались всякой писаниной в 90-е, начало 2000-х, они придумали такую вот штуку, которая фактически предполагает разделение задач вашего приложения на три части условных. Одна часть — это нечто под названием контроллер, который обрабатывает запросы к приложению, нечто под названием модуль, модель, оно работает с данными и выполняет так называемую бизнес-логику, или, собственно говоря, те самые задачи, которые решает приложение. В нашем варианте это финансовая система и там все, что с ней связано, то, что мы делаем. И view, соответственно, так называемое представление — это та часть системы, которая отвечает за формирование конечного представления, которое будет отдаваться пользователю. То есть если выражаться в простых терминах, это тот самый http-ответ на http-запрос, или какой-нибудь еще запрос, который пользователь в конечном итоге увидит так или иначе. То есть он получит конечную страничку в браузер, отрисованную, и там получится какой-нибудь ответ в специальном формате, и какой-нибудь динамический скрипт на странице встроенной, там, не знаю, сообщение отправить без перезагрузки страниц в социальные сети, или что-нибудь такое сделать. Ну, в общем, вот так оно более-менее везде и устроено. Соответственно, тут мы, наверное, попробуем немножко даже порисовать, в том смысле, что вот есть такая вот очень тоже, наверное, грубая и приближенная, но идеологически верная архитектура, структура, как хотите называйте, по которой следует, собственно говоря, этот самый устройство любого такого подобного инструмента. Так, я сейчас попробую с микрофоном сюда доползти. Если нет, то я буду немножко прыгать туда-сюда. Ага, у меня даже длинных хватает. Видите, как здорово. Ну, все продумано, кроме стиралки. Ну, это мы как-то что-нибудь придумаем. Вот. А в таких приложениях, как правило, то есть не делается так, что у вас там есть, не знаю, какой-нибудь там скрипт, я не знаю, там, ADD студент, там, или еще что-нибудь, там, Edit студент. То есть вот там, и у него просто так вот валяются эти скрипты у вас на сервере, и пользователь на них пришел, на них идет. Как правило, вот такого вот нету. Есть такое понятие, как вот фронт-контроллер, то бишь, некоторый такой инструмент, который находится фактически впереди системы. И на него заруливаются абсолютно все запросы к вашему приложению. Это делается средствами веб-сервера. То есть ваш веб-сервер настроен так, что абсолютно все пути, что называется, все дороги ведут в Рим, все запросы перенаправляются на некоторый там один условный скрипт, который выполняет собой точку входа. И эта точка входа уже начинает отрабатывать там всякие вот наши разные интересные вещи. То есть первое, так называемая диспетчеризация. Он идет немножко, на мой взгляд, вкупе с обработкой запроса. То бишь здесь есть некоторая такая, не знаю, давайте даже отдельным цветом нарисуем, чтобы все было симпатично. Это некоторая такая вот подсистема, можно условно называть ее из двух компонентов. Ну, диспетчер, так и диспетчер, да, я думаю, что за часть слова диспетчер все представляют. И так называемый роутинг, то бишь формирование путей. Задача диспетчера просто получить этот запрос, там, грубо говоря, и в каком-то сыром формате забрать у веб-сервера переменное окружение. Если помните про переменное окружение, я вам говорил там всякие вещи типа IP-адрес, юзер-агент, там, я обычно UA сокращаю, потому что нужно написать реферер и прочие вот те вещи, которые нам шлет тот самый юзер-агент, пользователь, браузер, например. Соответственно, диспетчер вот это все барахло собирает так или иначе и формирует какой-то там свой внутренний объект, который понимает этот там фреймворк, который вы написали, или кто-нибудь еще написал, и он начинает смотреть, собственно говоря, что он просит. Помните, если я говорю, что все вот эти вот запросы, они идут вот сюда. То есть, как правило, файлы не запрашиваются напрямую, а есть некоторая такая система, вот, так называемых, урлов, там, тех самых адресов, которые с собой инифицируют какие-то узлы нашей системы. Ну, если мы, скажем, будем рассматривать в контексте того продукта, который мы пытаемся сделать, да, допустим, у нас есть некоторые там реквесты. То есть у нас там есть наш url, http, там, чего-нибудь там, .ru, и дальше идет реквест. Вот приходит такой реквест, когда диспетчер вот получает эту штуку, он разобрал все все параметры и передал ее вот этому самому роутеру или маршрутизатору. Это очень сложное слово, никто не умеет писать, не говорить, поэтому ничего не использовать. А, соответственно, вот этому роутеру, вот что фактически в банальной такой интерпретации будет делать? Он будет брать, и вот эту вот часть он возьмет и отрежет. И скажет, что вот мне нужен некоторый какой-то там ресурс, страница, который откликается на вот слово request. Ну, допустим, в нашем случае это какая-нибудь штука, которая, допустим, отрисовывает список заявок. Если помните, вы на прошлом занятии даже смотрели макет от дизайнера на эту тему, и там были нарисованы таблички, там выводятся заявки, тип заявки, там приход, расход, какие-то действия, которые могут выполняться на дне из-за театроли. Вот, соответственно, роутер, он просто понимает, что вот этот вот заброска этой страницы, он обрабатывается каким-то отдельным модулем. Соответственно, у нас есть какие-то модули, они же контроллеры, если выражаться такой более необщепринятой терминологией. Да, я так немножко примитивно извиняюсь за качество моего письма, которое, собственно говоря, отсутствует полностью. Вот, и этот, просто вот этот весь, назовем его условно, request, запрос, объект запроса, он приходит вот сюда, на контроллер. И дальше контроллер уже думает, что с ним делать. То есть он смотрит, что за запрос, он там проверяет права доступа, смотрит, зашел ли пользователь в систему, авторизован ли он вообще смотреть эту страницу. То есть выполняет вот эту вот всякую подноготную все эти штуки, которые должны быть более-менее в любом таком приложении. И в конечном итоге он начинает рисовать нам страницу с этими самыми заявками. Что он будет делать, естественно? Чтобы нарисовать страницу, очевидно, нам нужно залезть в базу данных. То есть он начнет работать с моделями. Ну, модель — это, как правило, такая вот надстройка. Обычно она написана на языке, на котором программируются приложения. Очень любят их делать объектными, так называемыми, когда там все сущности в виде объектов представляются, и связи между ними обрисовываются в терминах этого самого объектно-ориентированного программирования. Это могут быть просто какие-то независимые модули, файлы, которые подключаются. В общем, это зависит от того, какой стиль выбран для разработки. Ну, для того, что эта модель, она более-менее взаимодействуется с базой данных. То есть вот у нас есть какая-то там наша база данных. Есть у нас база данных, и он, собственно говоря, налаживается на какую-то коммуникацию. Берет и запрашивает эти заявки. Ну, естественно, когда этот самый контроллер получил более-менее все свои данные от модели, то есть всю какую-то бизнес-логику отработал, дальше ему нужно этот комм, который просто позволяет очень удобно и хорошо работать с исходными файлами для HTML-разметки или для еще чего-нибудь. И эти, собственно говоря, инструментарии позволяют вам хорошо, красиво, качественно написать свою систему шаблонов, делать какие-то вложенные шаблоны, там ту же самую табличку с заявками, можно там разместить в одном файле и после этого подключать ее в нескольких разных местах. В общем, такую классическую решает задачу избавления от дублирования, от копирования, от всякой такой мутотени и всех проблем, которые в связи с этим возникают. И, собственно говоря, там тоже такие удобные штуки, типа остановки переменных и прочие всякие разные инструменты, которые позволяют не только разделить ответственности между компонентами, но и также лучше обеспечить работу в команде, потому что, как правило, программисты, они не очень любят работать с версткой, с дизайнами и прочими вещами. И для этого, как правило, нанимаются отдельные разработчики, которым это нравится, которые любят верстать, которые любят программировать клиентский интерфейс, сказанные фронт-энд-разработчики. И данные шаблонизаторы позволяют им, в принципе, работать с версткой, внедрять ее в проект, имея только какие-то минимальные познания об устройствах вот этого языка шаблонизатора, который, как правило, упрощен по сравнению с исходным языком программирования и, наоборот, усложнен. Но суть в том, что это позволяет разделить задачи. Особенно если, ну, бывают такие случаи, когда пишут приложения на языках низкого уровня, компилированных на C++. Но это немножко более сложная уже такая материя, поэтому там и программисты более компетентны и нужны. Но когда стоит такая задача, очевидно, что такие программисты вряд ли будут сидеть верстать, а в свою очередь верстальщики вряд ли умеют хорошо программировать на C++, поскольку это в разы космически сложнее, чем просто банально писать на каком-нибудь PHP или на чем-то таком. Отсюда возникает потребность разделения. Я думаю, схема, в принципе, достаточно простая и очевидна. Вот эти четыре компонента, они бывают между собой взаимосвязаны и работают немножко не вот по такому сценарию, а могут как-то вот так вот работать. Это зависит от конкретной реализации, и я там чуть позже скажу, есть какие-то вот разные разнообразия на тему классической вот этой MPC, так называемой модели. Ну и возвращаясь к нашему примеру, когда контроллер запросил вью, он, соответственно, там поставил данные в шаблоны, адресовал, ему, соответственно, пришли какие-то, у него появилась какая-то информация о том, что надо адресовать. И он ее просто обратно, скажем так, отдает этому самому диспетчеру, и этот диспетчер, он формирует уже ответ. И этот ответ уже отдается с помощью контроллера, обратно наружу выплевывается пользователю в виде конечной странички. То есть мы получили на вход запрос, на выход получили полноценно заправированную страницу с ответом. Ну или, например, ошибку с кодом 404, страница не найдена, если по данному запросу система не смогла адекватно обслужить его. Там написали, не знаю, реквест, а реквест добавили опечатку какую-нибудь, система среагировала. Ну и по аналогичным схеме более-менее строится все приложение. Добавляются какие-то задачи, связанные с развитием системы. По-разному сделать добавление заявок. Мы сделали там какой-нибудь реквест с ADD. По-разному сделать удаление заявок. Мы сделали какой-то там реквест, делит, и, соответственно, здесь идет, например, там, не знаю, 257. То есть после последнего слыша у нас идет фактически ID от заявки и идентификатор. В этом случае у нас наш вот этот роутер, он когда будет разбирать вот этот путь, он каким-то образом поймет, потому что мы его научили, то, что вот это вот наш ресурс, а вот это уже параметры динамические, которые приходят от клиента, которые нужно смотреть, проверять, и в контексте их предполагается, что выполняется, а работа над этим ресурсом. То есть в данном случае мы удаляем конкретную заявку 257. Ну и тут здесь уже начинаются такие вот моменты, связанные с безопасностью. То есть если вы не проявляете, что это заявка, номер заявки, именно номер является числом, то пользователь сюда может ставить какую-нибудь взредоносную, так называемую, SQL-инъекцию, то есть какой-то ход на языке SQL, который напрямую пойдет в базу и что угодно там натворит. Ну то есть вот такие вот появляются уже особенности разработки, связанные с тем, что инструментарий здесь сложный, и люди порой не все ухватывают. Но в принципе более-менее любое современное приложение, оно как-то вот так вот к этому приходит. Даже если какая-то совершенно убогая и выраженная схема, как там есть три файла, и у них там условно говоря один какой-то отдельный файл есть для работы с базой данных. Это тоже какой-то выраженный случай такого вот подхода, для того, что он в принципе по сути очень прост и работает. И так или иначе все как-то к этому приходят, либо сразу, либо потом, когда становится мучительно больно, и людям надо как-то там приводить свою систему в порядок, чтобы навешивать больше всяких хотелок к ней. Ну и да, вот я уже в продолжении разнообразия видов сказал, что их бывает очень много, там классическое называется Model View Controller, есть какой-то Model View Presenter, есть Model View View Model. Ну в общем их совершенно огромное биологическое разнообразие видов, я сам в них совершенно, честно говоря, не разбираюсь за пределами каких-то вот таких вот познаний, потому что по большому счету его достаточно, если вы очень сильно и крепко этим не заинтересуетесь, не захотите там, не знаю, участвовать в разработке какого-нибудь открытого, бесплатного фреймворка или что-нибудь такое. Естественно, различается стиль написания, а классические вот эти все штуки любят делать объектами, выстраивают там очень большие схемы классов, иерархии, и это все потом непонятно как работает, и еще при этом тормозит. Классический там, когда еще не, скажем так, не обуяло всю профессию страсти по объектно-ориентированному программированию, это все делали, все дело еще делали в процедурном виде, когда просто были обычные функции, были на языках, и как-то так вот из этого тоже собирали нечто подобное. В общем, подобного рода, кстати, инструмент я вам сейчас и покажу, потому что там некоторое такое смешение идет, какие-то подходы к разработке. Ну и опять же, да, они могут быть очень простые, как правило, такие, вот знаете, на коленные наработки, программист пришел в компанию, ему дали проект, он что-то там накодил, он считает, что это хорошо и гениально, и на этом запускают проект. Потом появляются какие-то новые хотелки, очевидно, что инструмент перестает быть адекватным задачам проекта, он начинает их запиливать, смотреть, как строить другие инструменты. И тут возникает проблема, что инструменты превращаются в нечто такое переусложненное, полное всякими стилями, доработками, и, как правило, сложено в поддержке. Это, в принципе, неизбежно. С другой стороны, есть такие вот очень академического плана фреймворки, многоуровневые, когда люди садятся и изначально пытаются придумывать что-то такое идеальное, что решит все проблемы разума. Таких вот упражнений на тему разработки вы десятки тысяч найдете в интернете, и ни одно из них, оно не является применимым и рентабельным в реальной разработке. Просто потому, что люди не думают о реалиях коммерции, о реалиях скорости разработки, о подобных вещах, когда ваяют свое очередное творение. Так что вот где-то так вот на грани между этими двумя, что называется, крайностями более-менее крутятся все такие уравновешенные инструменты, которые спокойно, ровно развиваются вместе с проектом. И даже если компания берет какой-то готовый инструмент, вроде бы хороший, проверенный, положительный репутаций, все равно приходит в какое-то время приходит какая-то необходимость вручную и разбирается, как он работает, допиливать его, дорабатывать и так далее. И здесь как-то приходится достаточно полезным понимание, как действительно все связаны и работает. Как работают все вот эти примитивы, из которых построены инструменты для веб-разработки. Потому что, ну иначе, собственно говоря, толку от вас будет ноль. И я уже неоднократно говорил, да, что очень много приходит разработчиков, которые научились как-то поверхностно работать инструментом и, в принципе, думают, что они уже хорошо умеют разрабатывать. Ну, они умеют разрабатывать, но слово «хорошо» в данном случае является лишним. Поэтому это такая штука, которая является полезной в смысле изучения, как они работают. Я бы еще рассказывал такой жизненный анекдот на тему того, что все программисты любят писать фрейворки, но это полезное занятие, но лучше это все никуда не выкладывать, а просто использовать как инструмент для повышения собственного опыта. Вот. И чтобы немножко вас, так сказать, взбодрить или наоборот утомить, не знаю, я обещал показать некоторое свое поделие. Сейчас я даже вспомню, как в нем зум делается, чтобы вам это все... Давай, родной. Так, пока я вспоминаю, как это делается, еще немножко лирического отступления. Ну, собственно говоря, как я и сказал, это некоторый такой инструмент, который очень давно был написан, много раз переписан. Я в конечном итоге сейчас взял его буквально с утра копию, немножко его так причесал, упростил, чтобы вам его продемонстрировать. И сейчас я, правда, пытаюсь понять, как мне это сделать, чтобы вам всем было хорошо видно. Так, сейчас посмотрим, что у нас происходит. Я так понимаю, это никому не видно, да? Чего? Во. Есть еще люди, что называется, которые что-то знают. Ну, в общем, будем так вот. Вот, смотрите, вот это классический такой у нас некоторое наколенное поделие, которое может быть адекватным инструментом для решения, ну, например, той же самой нашей задачи. Это вот пример ровно такого вот движка, фреймворка, как хотите его называть, я буду его просто назвать словом «движок», в кавычках, которые более-менее, соответственно, идут вот этому вот шедевру живописи, который я изобразил на доске для вас. Соответственно, в чем концепция? Вот это вот, если видите, сначала немножко посмотрим на структуру, она, видимо, у нас совсем не видна. Тут есть у нас несколько папочек, одна из них является public root. Public root — это то, что видно наружу с веб-сервера, то бишь то, что физический пользователь может запросить. В нем у нас лежит всего лишь один динамический файл, это вот index.php, который у меня сейчас здесь вот открыт. Его задача заключается в том, чтобы принимать на себя все входящие запросы и потом их передавать дальше куда-то вниз по течению. Ну и в этой же папке лежат всякая разная статика. Это таблицы стилей объявления. В данном случае я вот сюда положил CSS, так называемый фреймворк под названием bootstrap. То есть такая вот твиттеровская разработка, которая позволяет дизайн на коленках. Здесь он у меня выложен. Соответственно, вместе с ним лежат какие-то шрифты, фонт, которые для него нужны, какие-то картинки, а картинок даже нет, просто под них папочка заготовлена. Ну и здесь есть библиотека jQuery, на JavaScript написано, и опять же какие-то его собственные, этого самого bootstrap и JavaScript. Но это не суть важна, что здесь лежит и зачем оно лежит. Суть в том, что мы здесь выносим в публичную директорию только то, что можно безопасно показать пользователю. То есть сразу хочу обратить ваше внимание, очень критический момент, потому что люди, как правило, не задумываются, что они кладут наружу для всех пользователей на обозрение, а что они прячут куда-то там за пределы публичной директории, что пользователь, внешне, знаете, сможет скачать. Это такая традиционная уязвимость в безопасности и приложение, с которым я довольно часто встречаюсь. И у людей там порой торчит все, что только можно. Внутренние папки какого-нибудь этого менеджера контроля версии, типа Git или SVN, внутренние какие-то логи работы системы, бэкапы базы данных порой лежат наружу. Ну, в общем, люди что только не выкладывают, а потом все это утекает в сеть, начинаются утечки информации, потери прибыли, конкуренты начинают партнеров уводить. В общем, это очень большое, огромное количество ненужных проблем вам может принести. И это все может сыграть только человеческий фактор. Даже если вы следите, что вы куда выкладываете, рано или поздно вы где-нибудь ошибетесь, или будете усталые, или будете там слы, или еще что-нибудь. Поэтому лучше просто правило себе завести. Когда вы настраиваете веб-сервер для приложения, у вас есть некоторая публичная директория, и в ней мог влиять только то, что вы реально можете показать пользователю. В данном случае мне нужны только статика, и мне нужны мой этот фронт-контроллер, выражаясь пафосно, или просто входная точка, выражаясь более просто. Ну и к слову сразу о точке входа. Вот тут есть у меня такое вот некоторое количество заклинаний. Это собой представляет конфигурацию для веб-сервера Nginx, который обслуживает мое приложение, написанное вот это на фриворке. Что здесь написано? Ну, прежде всего написано, что если у нас ресурс не найден, то мы делаем перенаправление на вот такой вот адрес static 404, и приложение тогда покажет нам вот этот static 404, потому что я его так запрограммировал. То есть это фактически я говорю веб-сервере, что показать в обмен на такую-то ошибку, если он не нашел ресурсы с таким адресом. Либо же есть приложение программное, я ему сказал, что типа заголовком сказал ему 404, not found. То есть такой модуль не найден. И тогда веб-сервер среагирует автоматически. Дальше у меня вот таким вот нехитрым образом строчки 3-5 отдаются все статические файлы, просто я беру и запросы соответствующим образом напрямую обрабатываю. Если что-то приходит по адресу CSS слэш и дальше там что угодно до конца адресной строки, тогда я просто напрямую отдаю этот файл. Беру папку CSS, потом прикручиваю к ней вот этим доллар один. Это мы, собственно говоря, подставляем то, что находится в скобках. Это называемые регулярные выражения. Язык для поиска по тексту, извлечения чего-то там и так далее. И инструкция last означает, что больше ничего не делать. Уходим в конец конфигурации и заканчиваем обработку запроса. Аналогичным образом работают JavaScript, четвертая строчка, шрифты, пятая. Картинки я здесь забыл, кстати, указать. Дальше у нас идет несколько правил под названием ReWrite, которые непосредственно уже перенаправляют все запросы к нам на приложение. Тут тоже изображено некоторое шаманство на языке регулярных выражений. По сути, оно означает, что мы берем все, что у нас тут, az это буквы 0,9 от цифры, символ дефиса, минус. И это все дело мы запоминаем в виде круглых скобок в такие вот шаблончики под переменными $1, $2 и передаем их просто на скрипт index.php с get параметром path, put, и сюда дописываем уже все эти вещи. И дальше задача нашего приложения будет принять вот этот path переменную и ее дальше разгребать уже как-то программно. То бишь на этом роль веб-сервера заканчивается. Вот он принял наш заброс, он разобрал полученный адрес и отдает компоненты нам в приложение. Все, дальше он не волнует, что происходит. В данном случае веб-сервер, если обращаться к нашей схеме, он выполнил некоторую роль диспетчера запроса. То бишь он принял его, он его разгреб и говорит тебе вот на разбирайся сам дальше. Ну тут дальше есть несколько вариаций на тему. Они обрабатывают разные ситуации. Эта ситуация, по-моему, когда идет запрос к ресурсу и есть еще какие-то дополнительные переменные к ней. Это просто запрос к ресурсу. Это я вообще не знаю, возможно, лишнее, потому что я его копировал субы из конфига, который не менялся пять лет в продакшене. Такое тоже бывает. Но общая суть, я думаю, ясна. Она лежит в том, что наша задача просто разрулить полученный запрос и отдать его как-то дальше в приложение, где мы с ним будем разбираться. Но давайте смотреть, как мы с ним будем разбираться. Ну, прежде всего, у нас идет некоторая единая точка старта приложения, поэтому более-менее абсолютно все запросы, которые будут приходить, они должны работать с одной и той же какой-то инфраструктурой, с каким-то окружением. Для этого я сделал вот такой вот некоторый файлик common.php, в котором я просто собрал какие-то подключения общих вещей и настройки, которые необходимо сделать, принимая абсолютно любой запрос под пользователя. Если красненько пробежаться, здесь я смотрю, в каком формате, в каком окружении мы сейчас работаем. Enf означает переменное окружение. В данном случае, выполняя вот эту команду, наш скрипт запросит от веб-сервера эту переменную и посмотрит, что в ней есть. Если что-нибудь в ней есть, то он ее прямо сюда и запишет, вот в эту константу enf, от слова environment, если вы не знаете, окружение, либо же просто по умолчанию заменит на development, разработка. Для чего это нужно? Для того, чтобы организовывать, если вы помните первые лекции, многоэтапный процесс разработки, когда у нас сначала идет локальная разработка, потом у нас идет какое-то тестирование на тестовых машинах, на тестовых серверах, а потом выкатка в бой, так называемый production. Во-вторых, для этих вещей оно и нужно. И таким образом, объявив один раз такую вот штуку, мы сможем впоследствии из любой точки приложения проверить, какое у нас сейчас окружение и что-нибудь сделать. Например, при разработке мы классически выводим все ошибки наружу и спрашиваем, что нам нужно, смотрим, что у нас вывалилось, что сломалось и что мы сделали не так. В production, как правило, показывать пользователю ошибки внутренние считается правилом плохого тона и просто может привести к утечке ненужной информации. В структуре веб-сервера используем в программном обеспечении. Это может его навести на мысль о каких-то других уязвимостях. Чтобы этого избежать, мы организуем такую инфраструктуру и в дальнейшем будем на нее опираться. Аналогично с помощью этой штуки можно разруливать, например, подключение к разным базам данных. У девелопера на локальной машине одна база стоит с одними параметрами, на тестовых машинах другая, на production третья. Назовите где-то один файл конфигурации, написали в него три набора параметров доступа к базе данных. И, собственно говоря, после этого автоматически мы, исходя из одной переменной, будем подключаться туда, куда нужно. Дальше мы выставляем часовой пояс по умолчанию, в котором мы работаем, в котором у нас система, в данном случае это Москва, UTC плюс 4. Устанавливаем кодировки по умолчанию для всяких строковых функций, с которыми мы можем работать. Дальше мы для удобства объявляем некоторое количество констант, которые мы будем использовать. То есть корневая папка, публичная директория сервера, некоторая папка дата, в которую можно складывать какие-то там временные файлы, логи системы и подобные вещи, путь к шаблонам нашей системы, это то самое вью-представление, некоторая папочка локали, то бишь, в данном случае локали имеется в виду интернационализация, перевод приложения на разные языки. И я для себя предположил, что я в папочке локаль буду хранить переведенные на нужный язык строки, которые встречаются в нашем приложении, чтобы потом как-нибудь подцеплять по-умному, в зависимости от того, какой язык выбрал пользователь на сайте. Ну, фактически это здесь не реализовано, здесь, в принципе, папки локали нету, но идею, я думаю, вы понимаете. Ну, вот здесь, как видите, я немножко слукавил, я долго распинялся на тему окружения, и разработки, но тем не менее, у меня по умолчанию тупо все ошибки вываливаются, вне зависимости от того, где крутится система. То есть, если вы видите, у меня включен на полную катушку вывод ошибок в PHP, и также включена некоторая директива, которая будет их совершенно бесстыдно выкидывать в браузер пользователю. Дальше я подключаю некоторые файлы конфигурации, которые называются config.php. Вот здесь, если вы видите, есть этот файлик config.php, у него есть некоторая такая вот копия, называется config.php.defis.distribution. Что это значит? Тут еще есть такая классическая ситуация, когда люди начинают, например, пароли от боевых баз или еще от чего-нибудь, какие-нибудь очень критичные и чувствительные вещи складывать прямо в репозитории, и в репозитории может кто-нибудь утечь. Это плохая практика. И в хороших организациях, где с умом к этому подходят, как правило, все актуальные конфигурации и прочие вещи, они раскладываются на боевых серверах специальными людьми, админами или DPA, или людьми, отвечающими за эксплуатацию. То бишь каким-то узким кругом лиц, которые знают реальный доступ к боевой системе. И ровно с этой целью у нас сделаны два файлика. В чем суть? У нас есть некоторый шаблон. Он называется config.php.distribution. Здесь мы просто задаем некоторую такую вот болванку, шаблон, который надо заполнять. Соответственно, девелоперы могут его локально скопировать и положить рядом config.php, уже актуальный, который у них локально. На тестовых серверах, ну, не знаю, какой-нибудь руководитель разработки придет и настроит доступ к тестовой системе. А на продакшене там, скажем, администратор будет с помощью какой-нибудь системы автоматического распространения конфигурации выкладывать реальные боевые конфиги на сервера. Таким образом, я не знаю, брать и нажать на кнопки и менять параметры доступа к базе данных разом на 12 серверах или еще что-нибудь такое делать. Ну, в общем, вот такой классический подход к этому делу. Здесь также был некоторый такой вот прием применен. Мы, если вы помните, работаем с системой контроля версий под названием git. И, собственно говоря, в этом гите есть такая штука, как... Если она есть у меня здесь вообще... Видимо, нет. Значит, мы ее сейчас и сделаем. Так называемый gitignore. Что означает gitignore? Это означает, что здесь можно создать правила для гита, сказать ему, что нужно игнорировать, а что не нужно игнорировать при отправке изменений в репозиторий. Здесь классически что делается? Здесь мы говорим, что мы игнорируем вот этот самый конфиг PHP, чтобы его кто-нибудь случайно не отправил в репозиторий по ошибке. Но мы говорим с последовательным знаком, после знака отрицания классических дисков программирования, в булевой алгебре и подобных вещах, мы говорим, что вот файлик distribution не нужно игнорировать. Зачем я это сделал? Просто потому, что он по умолчанию, скорее всего, захватит топа файла, потому что у них одно и то же начало в названии, одна и та же строка, config.php. Вот таким нехитрым методом, собственно говоря, мы и разрешаем одно, запрещаем другое. Ну, чтобы опять же продемонстрировать, сейчас давайте еще и делаем. Оно увеличивается, просто уехало. Вот я здесь, у меня даже репозитория здесь нет. Я сделаю репозиторий и скажу git status. Команда git status спрашивает у меня, вернее, показывает мне, что сейчас на данный момент сменилось репозиторий и что я хочу туда отправить. Соответственно, как вы видите, у нас здесь есть config.php distribution, но нет обычного config.php. Ровно потому, что я задал файлик git.ignore. Если, допустим, я отсюда все сотру, так вот сохраню, то оба файла появятся. То бишь, вот это ровно для чего используется такая штука, как git.ignore, для того, чтобы убрать нежелательные файлы. Ровно так же я могу спрятать, например, от git, например, ну, папки, куда пишутся логи. То бишь, что-то такое, что постоянно появляется. Папка со статикой какая-нибудь, куда люди загружают фотографии на сервисе. Ну, такие вот вещи, которые динамические. И чтобы там, не знаю, когда приходит какой-нибудь молодой неопытный программист, он не начинал радостно все подряд комитить, и потом репозиторий забивает с тоннами всяких логов 100 мегабайтных картинками и подобными вещами. Все это приводит к совершенно поразительным ситуациям, когда через 4 года в проекте 5 гигабайт одних картинок закомичено, при том, что там кода 100 гигабайт всего. Ну, в общем, такие вот совершенно неприятные последствия появляются, с которыми приходится бороться уже как-то иначе. Вот. Мы подключили, короче говоря, конфиг. Поехали дальше. Здесь начинается еще всякая магия. Суть в чем? У нас есть некоторые модули, которые реализованы как классы. Ну, классы — это вот та самая частичка объектно-ориентированного программирования, то есть у нас каждая сущность — это объект, она, собственно говоря, является классом, и когда мы какой-то конкретный объект делаем, он становится, так называемым, экземпляром класса. Суть в том, что класс — это некоторая библиотека, в которой мы запрограммировали какую-то функциональность. В данном случае у меня есть папочка «классы», в которой я очертил для себя некоторые две такие вот категории. Одна — это так называемая «смарти». «Смарти» — это такой очень популярный и устоявшийся язык для шаблонизации, написанный на PHP. Впоследствии вы там сможете с ним познакомиться. Я вот так вот даже возьму и покажу. Сейчас. Вот это что-то такое «смарти» является языком шаблонов. У него есть такой официальный сайт, который крайне кошмарно выглядит своим желтым дизайном на проекторе. Просто это просто библиотека, которую я скачал, и я хочу подводные камни, я ее взял, я ее все спирать прикрутить. Вот я взял все это поделиво «смарти» и сложил вот сюда в папочку, скачав его с сайта. Можно? Можно? Если у вас нет репозиторий, вы вот это все виталийте, вы тоже запихаете? Да. Это, в принципе, в некотором роде может быть и не очень удачное решение. В более крупном проекте логично сделать отдельный репозиторий, отдельный где-то выливать. Но в данном случае у нас такая вот простая наколенная разработка. Мы маленькая студия. Нам еще как это... Маленьким мы еще таким вещами заниматься. Ну и опять же, чтобы чересчур не переусложнять, поскольку я хочу принцип продемонстрировать. Ну и к чему это все? Ну и у меня есть некоторый вот класс под названием «app». Вернее, папка под названием «app». Так я ее называл, это «application». То бишь, те самые классы и буду складывать сюда, которые пишем мы. То бишь, то, что мы разрабатываем в рамках нашей системы. Какие-то библиотеки там. Еще что-нибудь. Что нам вздумается? Соответственно, возвращаясь к этой магии, для чего она нужна? Ну, думаю, комментарии вы все уже прочитали. Суть в том, что нам ее нужно автоматически загружать. Как правило, в таких вот фреймворках там дикие сотни и тысячи этих всяких файлов с классами и подключать по 20 разных классов для того, чтобы отрисовать одну страничку, это, ну, собственно говоря, повеситься можно. Где-то мы придумали такую вещь, как «Автозагрузка». Фактически мы просто объявляем некоторую функцию, вот, function, которая вызывается всякий раз, когда языку дается команда «подключить». Это вот директива как раз-таки require, то бишь, подключить, в данном случае once единожды. То бишь, если файл уже подключен, то язык, наш интерпретатор, не будет его подключать вновь. Ну, там есть несколько вариаций на эту тему в языке. И, соответственно, require, он падает с ошибкой набертво, если файл не найден, а есть в ней вообще вариация под названием include. Эта штука просто генерирует уведомление о том, что файл не найден, ничего не подключает, а дальше уже как повезет, как ваше приложение себя повезет без этого файла, без этой библиотеки, без этого шаблона, там, что у вас было в этом файле. Но суть в том, что, как видите, что он делает? Мы просто берем имя класса, который хотели подключить. В любом случае я там хотел подключить какой-нибудь, даже не так, я немножко набрал, я хотел создать объект типа Smarty. Вот, собственно говоря, вот оно и происходит. Следующая строчка, вот видите, о Smarty. Это вот я как раз даю ему команду сделать мне тот самый экземпляр вот этот вот класс Smarty, этого же самого шаблонизатора. То есть вот он у меня есть. Smarty класс — это основная такая точка входа в этот класс, то есть все библиотеки здесь сложены. Как видите, тут до хрена все вот это понаписано. Явно людям делать нечего было, они столько все бы напридумывали. Мы в это даже залазить не будем, никто в это никогда не залазит без какой-то острой надобности. Наша задача сейчас — его подключить. Ну, как видите, я не пишу нигде явно, что мне нужно подключить вот этот файл класса Smarty, Smarty класс. Я просто говорю New Smarty. Что происходит, собственно говоря? Начинает эта вот портянка отрабатывать. Имя класса, то самое Smarty класс PHP, оно передается сюда. Дальше мы берем и начинаем проверять, если этот файлик указан нами папкой. То есть мы взяли директорию, привели ее к какому-то виду, там убрали все буквы в верхнем регистре. Из-за этого отвечает функция string to lower и так далее. Потом мы собрали вот таким вот образом, точка в данном случае является склеиванием или объединением строк. Собрали путь к нашему классу. В данном случае это будет корневая директория, потом папка classes, потом вот это самое имя папки, в которой лежит класс. И дальше уже его наименование. Дальше функция isReadable, то есть можно ли файл прочесть. Мы проверяем, собственно говоря, доступен ли файл. Если он доступен, то мы его подключаем. Доступен, то извините. Можно снова вопрос? Да. Там Winix PHP написано с марта. В смысле он не в октябре. Не правильно это написано? Нет. То есть там неправильно написано. Где правильно написано? Winix PHP выше. Ну где-то он там подключался. А нет, тут еще нюанс. Мы еще не дошли до нюанса. Нюанс заключается в том, что забегая немножко вперед, я когда начал все дело внедрять, я понял, что мне нужны некоторые удобные штуки, чтобы я мог в ходе обработки запроса сказать этому самому смарте, что подключи мне вот такой вот JavaScript, подключи мне вот такой вот CSS. По умолчанию в смарте нет такой логики. Она просто работает с файлами, которые ей переданы. Для этого я что сделал? Здесь я так сказать позволил себе нечто неприличное, то, что называется термином наследования в объектно-ориентированном программировании. Суть в том, что я создал как раз таки в пабочке App свою надстройку, которая расширяет функциональность вот этого исходного смарте класса. И здесь я уже запрограммировал какие-то вещи, которые реализации в данном случае не особо важны. Что я здесь делал? Это я вот сделал возможность с указанным именем файл CSS подключать и автоматически его вставлять для дальнейшего отображения в шаблоне. Это отвечает функция Append CSS. И такую же портенку сделал для того, чтобы подключать его в скрипт файлы. Просто некоторая такая вот настройка, с которой мне удобно будет потом разрабатывать и программировать. Ну и еще я сделал такую вот штуку, чтобы я мог, работая в контексте шаблонизатора, создавать многоуровневые заголовки для страницы. Я хочу, чтобы у меня всегда на каждой странице в заголовке было написано там, не знаю, «Финансовая система солнышко», «Ромашка» называется, «Ромашка». А потом я хочу, чтобы через какую-нибудь вертикальную палку или какой-нибудь другой разделитель я мог подписывать динамически и находясь на какой-то странице, что, собственно говоря, это за страница. Список заявок, регистрация, еще что-нибудь. Для этого я вот сделал такую функцию Append Title, которая позволит мне собирать это дело по кусочкам в ходе того, как приложение работает. Вот. Ну, собственно говоря, мы создали этот объект, поехали дальше. Здесь мы говорим серверу, что мы отдадим ему в конечном итоге ответ в формате текст HTML, стакадировка UTF-8, отправили заголовок ответа сразу так превентивно. Потом мы приняли вот эту самую переменную паз. Если помните, да, то, что делал наш веб-сервер, он нам сгенерировал вот такую переменную паз при работе своей. И вот мы ее здесь получили. Если она есть, мы ее забрали. Если нет, то мы просто ничего не получили и написали сюда неизвестное значение. Ну, вот. Дальше, без всяких хитросплетений, мы начинаем подключать наш модуль. Вот это вот такая очень примитивная, очень-очень-очень-очень прямо примитивная ситуация, связанная с вот этим компонентом роутинг. Здесь, как вы видите, еще это неприличие. Просто-просто. Просто-просто. И, собственно говоря, что здесь происходит? Я определяю два пути. Один путь — это к файлу так называемых модулей. Это тот самый контроллер, в котором запрограммирована логика моего приложения. Переменный template path — путь к шаблону соответствующему. Соответственно, в папочке модулей, если вы уже могли заметить, которые здесь есть, у меня лежат некоторые модули, и здесь лежат некоторые шаблоны. Соответственно, у нас совершенно минимальная, простая, банальная проверка. Если файл недоступен в модуле, то мы отдаем серверу код 404. В этот момент веб-сервер понимает, что произошло 404, и перенаправляет нас на вот такой вот адрес. То бишь, нам придет еще один запрос на наше приложение, к индекс.php, и вот здесь вот будет на месте path, веб-сервере напишет static 404. И дальше вот сюда нам уже придет в эту константу URI static 404. И что дальше происходит? Ну, как видите, я сделал довольно банально и предположил то, что приходит в мою сроку адреса. Я расцениваю, как путь к своему модулю. В данном случае у меня есть папки модуля с папкой static, в ней папка 404. У меня лежит файлик индекс.php, а в нем тут тонна всего запрограммировано, как видите. Да, вопрос. А вот если можно, пожалуйста, вместо .phi подставить там две точки и выйти на... Ну, если у тебя подставят... А, там две точки? Да. Ну, теоретически я подозреваю, что ничего не должно произойти, потому что у меня, как видишь, правила преобразования адресов записаны таким образом, что всякие эти потуги к хакерству отсекают. Но это называется защитой от школьников профессии. Ничего же не мешает прямо вот так и написать не индекс.php, а просто переменный пан задать. Ну, в принципе, ничего не мешает. И даже интересно будет посмотреть, как себя приложение поведет, чтобы домашнее задание. А потом, если поставить slash 0, на которой 0 терминатор, то можно как бы отрезать проверку вот этого индекс.php, то есть она даже не в конец строки встанет. Ну, то есть можно куда-то там где-то цепь на СВД залезть или еще куда-нибудь. Ну, это, на самом деле, нужно проверить. Я так сходу тебе не скажу. Ну, можете сказать, что, может быть, я что-то упустил, которое я все дело отрезала. Это продакшное решение. А? Это продакшное решение. Скажем так, это укороченное продакшное решение. В реальности тут строк 800, которые еще миллион всего проверят до того, как что-то реально сделают. Соответственно. Ну, да, по факту это продакшн. Это вот то, что примерно в таком виде когда-то появилось 10 лет назад. Потом это все сто раз, много раз переписывалось. Так вот, на чем я остановился. Да, ну, у нас есть такой вот великий этот модуль для 404. Нам здесь ничего не нужно программировать, по факту. Это просто ошибка 404. У нас там все запрограммировано в шаблоне. То есть мы написали, да. Да, он будет. Я думал, что у меня это будет до перерыва, но у нас, судя по всему, затягивается. Да, ну ладно, коллеги, давайте сделаем перерыв. У нас народ реквестировал перерыв. Я думаю, что мы с вами продолжим минут через пять. Там по 40, кто напоет. Вот. Так вот, на чем мы там остановились. Ну, суть в том, что у нас есть вот этот модуль под названием static 404. Все, что он делает, это в заголовок записывает строчку 404 к нашему наименованию. Дальше мы можем сразу посмотреть шаблон. Вот у нас лежит папочки templates, module static 404. Здесь вот есть такой вот индекс template. И здесь вот какая-то вот очень простая разметка, которая будет вставлена потом в какой-то глобальный. Наш шаблон большой, по моей задумке. Тут тоже ничего злобного нету. Мы сделали блок, это так называемый div. И там сделали большой заголовок, страшный 404. И написали с надписью page not found. То есть какую-то вот такую штуку организовали. Возвращаемся дальше. Ну, вот, собственно говоря, мы определили эти пути. Мы с вами изучили, что где лежит. Здесь у нас проверка идет, и имеется ли вообще файл или не имеется, который мы сделали. Дальше мы уже переходим непосредственно к подготовке страницы к отрисовке. Тут можно сказать, что мы работаем хоть так немножко и по-глупому, но в контексте данного случая вот этого модуля представления view. То бишь мы организовываем конечное то представление, тот шаблон, тот ответ, который получат пользователи в итоге. Что мы здесь делаем? Ну, как видите, мы делаем начало нашего заголовка страницы. Здесь написал test application. То есть в конечном, даже с клетчаткой. То есть справлю сразу. То есть в итоге у нас вот этот test application и вот этот вот 404 через функцию append title на нашей вот этой обертке в смарт-классе вот она у нас соберется вот в некоторую такую вот строку с результатом, которую мы потом сможем использовать. Возвращаемся. Дальше вот эти самые тоже, которые я вам показывал, функции append.css, append.js. Мы просто говорим нашей надстройки, над шаблонизатором, что запомни на будущее, что я хочу вот эти файлы подключить, когда мы будем фактически прессовывать шаблон. Ну вот мы подключаем один css-файлик. Это инструкции фреймворка Bootstrap и подключаем библиотеку jQuery на JavaScript написанную и какие-то же JavaScript предназначенные для этого самого Bootstrap. Дали команду смарт, я вам все это запомнил, используя все те же самые наши функции, которые мы запрограммировали. Вот, например, append.css, он работает примерно уже по схожему принципу, наверное, для вас. То есть мы собираем путь к этому файлу указанному, который начинается от корня публичной директории public root. Проверяем, имеет ли такой файл на файловой системе, не подключали ли мы его уже, то бишь нет ли его уже в списке запомненных нами вот в этом вот массиве от css путей. И тогда мы говорим уже смарт и используем его внутреннюю какую-то команду append, которая даже не знаю, как работает, для того, чтобы подключить вот этот файл. Ну и запоминаем его для себя на будущее, чтобы в аналогичной проверке совершать. Точно так же работает вот эта штука для подключения JavaScript. Особо пытливые и любознательные могут даже увидеть здесь некоторые дублирования коды, которые можно для дополнительной какой-то чистоты и красоты как-то отдельно вынести в какую-то отдельную функцию метод. Ну, я не стал заморачиваться. Соответственно, дальше мы, наконец, подключаем вот этот несчастный наш модуль, который мы здесь собирали, искали, подключаем его и отыграл все, что у нас напишено вот здесь вот в этом модуле просто последовательно. То есть, фактически, это вот тот самый какой-то контроллер отработал вот он у нас в таком достаточно банальном тупом варианте без каких-то там отдельных классов, объектов и еще чего-то. Есть модуль, подключили, его логика отработала, работаем дальше. Нету, но печально, что ли могу сказать. Дальше мы последнюю переменную задаем для нашего шаблонизатора. Это вот тот самый заголовок страницы pagecaddle title, который мы собираем из кусочков ранее заданных через эту функцию append title. И здесь все так же нас спасает наша самая великая обертка на смарте, по-моему, самая единственная винеемая кусок кода, который здесь написал, который что-то делает полезное для общественности. То есть, он что делает? Если у нас ничего не было в кусочках наших, то он просто возвращает пустую строку. Если же в массиве с кусочками заголовка что-то есть, то он объединяет их командой implode через вот такую вот конструкцию палка, обрамленная двумя пробелами. И получается строка strict title, которую мы возвращаем из нашей функции. Она, соответственно, возвращается у нас аргументом, параметром вот в эту функцию assign назначить объекта смарте. И вот сюда записывается как-то там не знаю как, не знаю как, как работает смарт. Ну и последняя команда фактически нашего приложения. Это уже такая вот некоторая вырожденная ситуация, когда мы все подготовили, все сделали, нам осталось только отдать ответ, то есть это некоторый такой диспатч происходит, отдача ответа. В данном случае это просто вывод шаблона. То бишь я говорю смарте заветную команду отрисовать шаблон, который лежит в папке layout. Layout или в переводе с английского по-моему разметка, ну и классически называется какая-то глобальная наш шаблон, в котором все подставляется. И вот, собственно говоря, здесь у меня вся корневая разметка моей страницы обозначена. Я задаю тип документа, что это HTML-документ языка разметки гипертекста. Собственно говоря, открывающий идет тег HTML, дальше у нас некоторая заголовочная секция, в которой издаются всякие метапараметры сервисной страницы. В данном случае я указываю, что у меня кодировка будет ETF8. Я указываю, что вот этот самый заголовок, который я там долго и мучительно собирал, вот видите, он такой специальной инструкцией. Вот это называется так называемый placeholder или метка, то бишь какой-то кусочек шаблона, куда наш шаблонизатор в смарте при преобразовании шаблона в конечное представление подставит ранее заданное переменное. Вот мы взяли в нашем коде еще приложение, объявили вот такую штуку page header title. Вот он возьмет и вот сюда ее корячит, поскольку мы написали следующую директиву, которую язык смарте понимает. Две квадратные скупки, фигурные пардон, и в них ими переменной. Дальше какая-то штука, которая связана с изображением на разного рода устройствах, планшетах и прочих девайсах. Я даже не помню сходу, что она делает. Соответственно, и потом у нас идет вот такая конструкция, которая вот этот самый массив наших стилей, если вы помните, который мы задавали, сейчас крутится, вот это вот, фактически он у нас сейчас стоит из одного элемента bootstrap.min, он берет его и в цикле проходится по всем элементам и подключает в виде вот такой инструкции, ссылки на вот этот ресурс. В данном случае у нас в конечном итоге будут здесь написаны CSS и пути к нашим конкретно файлам шаблонов. Здесь указан соответствующий тип файла, чтобы браузер понимал, что он подключает и так далее. Ну, дальше здесь какая-то магия идет на тему поддержки старых браузеров типа Internet Explorer и подобных версий. Я даже вам сейчас не буду объяснять, что это такое и зачем-то нужно, не забивайте себе голову. И дальше начинается основная секция, так называемая тело, HTML-страница, tag-body классический является, сделал таких два небольших блока. Первый это основной блок с данными, с контентом. Сюда, как вы видите, я просто подключаю шаблон, который я задал в приложении. Я указал переменную module template file в корневом файле index.php и здесь я смарте говорю, вот подключи файл шаблона, который находится по данному пути. Если смарт его найдет и сможет подключить, то он фактически на место вот этой конструкции include подставит вот этот наш шаблончик. И если там есть тоже переменные инструкции, то он их по ходу пьесы обработает. Так работает в принципе шаблонизатор. Он выполняет ваши инструкции и какие-то динамические команды преобразуют в статическое конечное представление. Ну и аналогичная конструкция, которую я в самый конец запихнул, это подключение клиентских сценариев на языке JavaScript. Точно так же мы собирали долго и упорно это все в некоторый массив по кусочкам, здесь вызывали аппенды эти самые и потом мы их одним махом вот сюда вставляем. Ну, очевидно, что мы можем какие-то сценарии или какие-то стили подключить в модуле допустим у нас есть не знаю модуль который сшит календарь для наших учредителей мы там подключаем какую-нибудь модную библиотеку которая рисует красивые календари и там сразу с ней подключаем какие-то скрипты клиентские которые умеют листать календарь там отображать нам выбор дат еще что-нибудь заметки ставить динамически в общем всякую гламурщину организовывать вот собственно говоря для этого мы и сделали такую вот модульность как видите у нас есть некоторая условная команда которую мы можем выполнять где угодно и в конечном итоге собирать по кирпичикам по компонентам наше приложение вот фактически и все по большому счету это вот такие основные принципы по которым устроено и работает наше приложение да и в принципе любое другое приложение но более-менее всем этим делам соответствует естественно устройство везде может различаться и как-то иначе работать но в общем принципы основные такие ну вот такая штука с которой я вам предложу допустим две минуты в качестве домашнего задания повозиться и может быть к ней что-то прикрутить я уже не помню что именно я там написал сейчас скоро узнаем и вы сможете попробовать это все дело у себя запустить на веб-сервере попробовать это отобразить посмотрите как это работает не исключено что я какие-то ошибки там сделал упрощаю и укорачиваю эту штуку вам придется их исправить потому что я честно признаюсь к своему стыду что я не успел запустить проверить как оно работает на вскидку я по-моему одну проблему уже нашел пока смотрел код в частности вот эта переменная модуль supply file она никак не объявляется в вытекстном файле поэтому вместо шаблона модуля будет рисоваться ошибка при выводе всего этого дела в браузер но это такие вещи которые вы исправите ну соответственно идеологически у нас же должен был быть в это время перерыв но время уже позднее перерыв мы уже сделали соответственно ну коллеги я хотел в качестве второго аудиторию освободить да и я думаю вас уже утомил разбором этих полетов поэтому есть предложение данная вещь мы унесем на какое-нибудь следующее занятие на сегодня мы некоторую такую же все-таки паузу поставим много всякой информации я думаю вывалил на вас и надо ее как-то осмыслить поэтому прошу пардона но я думаю мы этим делом позанимаемся через лекцию или через две попроектируем ту самую систему правдоступа которую если вы помните мы изначально когда придумывали наше приложение мы решили пока не проектировать вот я что-то посидел подумал решил что надо все-таки этот пробел в образовании устранить мы его с вами впоследствии устраним вот ну и чего я хочу сказать на следующую лекцию ну прежде всего я надеюсь что вы все-таки если даже не сделаете домашнее задание надеете какое-то время выкроете просто поковыряться с этим движком помучить его и посмотреть из чего он сделан чтобы хоть как-то пощупать это на практике а на следующей лекции я вам хочу рассказать про такие вот вещи личного приложения из которого складывается разработка то бишь работа там с скуками работа с базой данных какие-то приемы по безопасности как они решаются и так далее вот такие вот мелочи жизни как я их назвал без которых разработка неизбежна мы с ним по ним пробежимся может быть так же в контексте этого приложения может так просто без ничего и потом посмотрим чем будем дальше заниматься вот ну в качестве домашнего здания я предлагаю просто взять эту заготовку которую я предлагаю я ее не сегодня завтра опубликую все там же на гитхабе чтобы вы могли ее себе скачать и я предлагаю вот довнедрить туда некоторую такую систему учета ошибок которые в системе происходят и умение система показать красивую страницу пользователя вместо того чтобы вываливать целиком все ошибки приду категорически иметь как такие вот настольные не знаю на планшетные в случае угла штуки первое это такая вы знаете справочник для начинающих разработчиков и проблемы с которыми все сталкиваются и долго ищут их решения и там вот такие вот основы основы веб-разработке они приведены и это такая штука которая читается ну не знаю часа за два и спасет вам наверное для ней головной боли если вы только впервые начали заниматься профессией ну вот вторая книжка это вот такая вот очень мною горячо любимая я еще донор в 2002 по-моему впервые приобрел в первом издании такая вот знаете большая библия она такая знаете именно как справочник вы можете там открыть почитать про то как устроен язык PHP или как устроено объектно-ориентированное программирование в PHP что это вообще такое как там работать со строками еще с чем-то с базой с теми же самыми куками с сессиями в PHP то бишь такая вот очень хорошая книга которая на три таких глобальных части разделена и я сам пока начинал осваивать разработку очень плотно ей пользовался она 2008 года выпуска она немножко в данный момент устарела по отношению к каким-то современным версиям и функциям языка но в целом она остается актуальной поэтому я бы рекомендовал начинать с нее знакомство если вам нужен какой-то вот такой знаете солидный талмуд который приятно держать под рукой вот собственно говоря коллеги ну и я на этом заканчиваю буду ждать от вас вопросов домашних заданий и я думаю что в следующую среду мы с вами увидимся следите за объявлениями и анонсами всем спасибо 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 Продолжение следует...